Лариса Вербицкая. Одна из самых известных телеведущих. В детстве собиралась поступить в МГИМО. Неизменно дипломатично. Воплощает на экране мягкий женственный образ. Является президентом клуба блондинок. Занимается айкидо. Я очень надеялась, что можно будет добывать какую-то еду. Питаться, не знаю, плодами растений, теми же бананами, ананасами, кокосами. У нас на острове пока этого нечего нет. Жизнь звезд в первобытных условиях. Смотри «Последний герой 3» сегодня на Первом канале. Мать! Вот тебе положила ее. Ладно, Сань. Марина Александрова. Молодая, но уже популярная актриса, которую зрители полюбили в роли Лизоньки. Жены Эраста Фондорина в сериале «Азазель». Также снялась в фильмах «Империя под ударом», «Северное сияние» и «Старая басня». По мнению работавших с ней режиссеров, у нее большое будущее. Во время съемок одного из фильмов пробежала за день 18 километров. Хочется бросить все, бежать через океан. Не знаю, домой. Жизнь звезд в первобытных условиях. Смотри «Последний герой 3» сегодня на Первом канале. Такими вы их еще не видели. Акулы шоу-бизнеса, популярные телеведущие, звезды театра и кино выброшены на необитаемом побережье вблизи острова Гаити. Они привыкли всего добиваться сами, но здесь им все приходится начинать заново. Все предполагают, что из-за огня нас обязательно должны какой-то полумя бросить. Я не ожидал, что так будет тяжело, по-настоящему тяжело. Время от времени я усложняю игру, подбрасывая им с неба новых соплеменников – джокеров. Столько приключений, сколько за всю жизнь не было. Я столько никогда не плавала. Они не выбирали, с кем окажутся здесь, но с кем остаться они решают сами. Никто не хочет уходить и никто не хочет голосовать ни против кого. А нет альтернативы пока жребе. Просто нет альтернативы живой. Единственная возможность избежать этого нелегкого выбора – завоевать защитный тотем. Вы должны найти тотем. Если вы его не найдете, я сожалею, мы увидимся с вами вечером на совете. Впрочем, дальше будет еще сложнее. Ведь совсем скоро они должны стать одним племенем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я рад вас приветствовать, дорогие друзья, уважаемые пеликаны и барракуды Мы начинаем нелегкую схватку Схватка называется курицы Не все, к сожалению, выйдут из этой схватки живыми О том, кто победит, победят ли курицы или победят люди Это действительно те самые знаменитые ядовитые доминиканские курицы-убийцы Укус и ущип которых практически смертелен для человека Вы видите, эти курицы находятся в специальном загоне Ни один дрессировщик не может туда войти Поскольку наша игра называется последний герой Мы решили, что этот жестокий, страшный конкурс ляжет на ваши плечи Итак, какова же задача? Барракуды и пеликаны входят вовнутрь этого страшного загона И по моей команде вы начинаете отлавливать этих страшных, диких кур, убить Кто больше сможет этих кур поймать и отправить вовнутрь этого маленького загончика своего Тот и победил В силу того, что вчера на совете блистательная честность пеликанов Дала им возможность сохранить себя в полном составе И облегчить все последующие поединки Выведя предпоследнего мужчину из состава барракуд Таким образом, в барракудах сейчас три девушки и один мачо Соответственно, их четверо Мне бы хотелось своей властью выделить ровно четверых пеликанов для этого поединка, который называется курицей Я думаю, что это будет Иван Демидо, Марина Александрова, Татьяна Овсиенко и Лариса Вербицкая Вот эта честная схватка, которая сейчас, в принципе, и начнется Приготовились Начали Цыпеньки, цыпеньки, идите скорее сюда Идите, мои ласточки Вы должны торопиться, дорогие друзья Я бы шевелился на вашем месте Цыпеньки, цыпеньки Чипа, 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 чипа Тихо, пускай, пускай Надо брать парами Давай. Тихо, 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 тихо. Господи, Боже, домой. Тихо, тихо. Это что-то. Выпускай, выпускай, выпускай. Выпускай, выпускай. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну, это их добыча, их. Что ты, зараза? Тихо. Аккуратно. Аккуратно. Двадцать семь у Барракуд и двадцать, к сожалению, у Пеликанов. Я поздравляю с победой Барракуд. Спасибо, ребята Что это означает? Во-первых, получаете приз Молодцы Получаете двух куриц Двух куриц, которые вы же и съедите, по всей видимости Соответственно, я хочу сообщить специальную информацию для барракут А звучит оно следующим образом Сегодня к вам прибывает Джокер К нам? Да Ура! Ну а для пеликанов у меня информация следующая Вас ожидает легкий, но приятный сюрприз Увидимся Пока АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По правилам игры, появление Джокера может быть любым То есть вне зависимости от того, какой человек занимает в обществе и чем он занимается Да, ну, правила игры как бы могут представить его И мы обязаны их принять по-любому АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А у нас в гости Где? В доме Что-то висит что-то Хе-хе-хе Вот здесь на моей постели Начнем Хе-хе-хе Хе-хе-хе Ой, ребят, этого не может быть Хе-хе-хе-хе Очень приятно, Александр. Саша, я ведь вас плохо знаю, вы-то меня хорошо знаете. Теперь вместе будем жить. Здесь долго будем. А? Таня. Таня. Я эту часть дома займу. Так, все, эту часть. Легко. Легко. Он приехал с зонтиком, переоделся в пижаму. Одел белую шапочку. Оставил нам свою книгу и две кассеты с его песнями. Копченые. А вы видели наше удобство всякие? Удобство? Это вот туалет имеется в виду? Да. Сюда перенесем, я ходить далеко не буду. Легко. Тогда не громко. А? А вы туда ходите так просто. Это было неожиданно, поскольку из политиков он первый появился в нашей достаточно живописной компании работников искусства. Конечно, политика тоже искусство, но я была поражена. Курицу будем вздевать. Это пожалуйста. Я в детстве, это сколько было у меня. Давай. Что-то, наверное, стоя кур. Да? Значит, зарубил головку ей кроликов, штук сорок. Значит, тоже бьешь палкой за ушами. Рыжую берем, да? Может, рябую лучше? Рябая побольше. Побольше? Давай, ну... Ну, вы же голодные. Хорошие мои, хорошие мои. А? Пошли, скажу, где. Ну? Бошку любить. И вот не жалко вам, а? Нет? Мне не жалко. Хочется, кушайте, кушайте. И ради этого вы готовы курицу забить, а? Ну, если сорок зарубили, я сорок не рубила. Нет, так я ее держи вот так. Вот сюда. Со всего маху. А? Ты не смотришь, да? Ну, со всего маху давай. Стоп, спокойно. Спокойно. Давай, давай, пусть. Раз. Оп. Отпускать никогда не надо. Бедная курица, бедная курица. Только кружи. Ну, видишь, все. Пойдем. Нормально, приехал человек. И первое задание – обезглавить курицу. Мясник я, получается. Я мясник или кто это? Забойщик. Я думаю, что он пытался вести себя в экранном образе, да, какое-то время. Чекарство замечает. Хотя. Забойщик это. Все то, что он как бы обычно говорит с экрана, ну, понимаешь, оно как бы дальше, ну, не катит. Красная майка, руки в крови, красный флаг повесил я там. Ну, получается, я им революцию привез. Нас вроде агитировать, вроде было бы смешновато, да, здесь прямо на острове. Думает, что удастся прописаться как положено. Нет. Несчастный человек. Я надеюсь, что для него это тоже будет приятный отдых от такой общественной жизни, когда человек может побыть самим собой, да. Реально посмотреть, что он может сам, без помощников, без охранников, без советчиков. Мы выиграли соревнования по ловле кур. Да? Да. И две ступи вам дали. Да. А второе племя не выиграло и сидит голодная сейчас. То есть вы выиграли и вы можете есть сегодня? Да. А они? Да. А чем же они питаются? Ничем. То есть сегодня день не пустой? Да. Им дали на 7 человек 200 грамм риса. На 7 человек 200 грамм риса. Смотри, заливают костер. Смотри, заливают костер. Смотри, на обед будет рис. Я, допустим, шутку, это было поймать пеликана. Когда мы были голодные, 3 дня такие, очень-очень. Потому что больше нечего было есть. Была единственная возможность, это сажать пеликан. И это слишком, очень хотел. Потому что очень хотел есть. Вот он приплыл сегодня. Вова, давай-давай. Вот. Поймал ты тебя. Времени пеликаны. Жоке, это прием. Вовик, аккуратно. Это Джокер. Это к нам прилетел Джокер. Нормально. Ничего себе. Какой-то раненый. Раненый, да. Какого-то намаза спасателя. Еще не надо. Идет он оба такой. Глаз испуганный. Все равно его не съел. Не смог. У него такие глаза, как у собачки мои. У Дуськи. Я его достаю. Давай-давай, Вов. Удачи. Осторожно. По весу лойну. То есть не кончается как бы. Что источник такой? Последствия скажут через полгода, это не обязательно. Судя по тому, что он ничего не попробовал из того, что мы ему предлагали и не выпил ни одного гладка воды из наших фляг. И перед этим еще рассказал историю про профессора Сидорова, который умер после того, как выпил воды в Дели на официальном приеме. Он боялся конкретных вещей. Ну вот что-то съесть он боялся. Знаете, это как у актеров. То есть я могу играть что угодно, но если я знаю, что я это съем, у меня начнется дизентерия, лицо меняется. Я хочу, чтобы вы понравились друг другу, чтобы нам было хорошо. А у нас нет другого пути, я считаю. Нет другого пути. То есть нам нельзя здесь ссориться. Абсолютно. А зачем нам это нам надо? Нам это ничего не даст. Ссоры. Все эти ссоры. Абсолютно. Да я хочу отдохнуть. В Москве надоедите ссоры. Человек, наоборот, совершенно нормально вошел в компанию. Без каких-либо мгновенных претензий на лидерство. А я увидел как бы пожилого человека. Довольно уставшего. Хочется есть. Хочется есть. Чувство голода. Я давно не был голодным. Я с удовольствием это чувство испытаю. Пожалуйста. Мне скольняет. Нам, видите, приходится вот так. Короче, может позвоним охране, привезут что-нибудь. Обязательно. Все стемнеет. Все уже договорено. Стемнеет, водка придет. Если ее заметят, то попозже другая придет. Когда я поняла, что все-таки мы как-то владеем ситуацией, я в том числе стала интересной и занятной. Наши островитяне уже привыкли к тому, что время от времени я подбрасываю им новых соплеменников. Такого гостя они, конечно, не ждали. Но, в общем-то, даже обрадовались ему, как всякому новому человеку. И приготовились разделить с ним все то немногое, что можно разделить на небольшом необитаемом острове. Но на самом деле у этого Джокера совсем другая миссия. И она еще впереди. Добрый вечер, мужчины и женщины. Здрасте, Владимир Розович. Ну, что могу сказать. Я поздравляю вас, на самом деле, с увеличением. Спасибо. В вашем полку прибыло. Спасибо. Ну, во-первых, это настоящий мужчина, согласитесь. Это вам не шутки. Жалко. Вот, вот. Покусана она, жалко. Что делать, условия нелегкие. Об этом и говорили. Ну, я мази привез какие-то, могут я буду смазывать ей. Обязательно. Это неплохо, кстати. Ну, вы рады, я хочу это понять. Мы очень рады. То есть, вы очень рады, да? Единственное, что я вам скажу, что я, Владимир Розович, все у вас заберу. Как? Да. Не, ну, жалко, девочка. Да. У себя покусана. Да, я согласен. Потому что я возьму тоже с собой там смазать. Нет, сейчас нет. Смазывать будете здесь. Смазывать будете здесь. Смазывать будем здесь. Нет, ну, мы должны помогать. Помогать должны людям. Сашу надо не забыть. Сашу, он бедный, он Саша. Все в кино его бьют, убивают. Не оставьте на голову и страдания. Черт, это мой рюкзак. Отец родной. Саш, ты не грусти, а то грудь не будет расти. Хорошо. Мальчишкин. Что это? Ты наш лучший любимый. Ты наш лучший единственный. Вот. Хозяин. Хозяин. Хозяин не хозяин, не ваша слуга. Хозяин был приехал. Хозяин. Включи музычку, давай послушаем. Интересно уже. Он бы выдержал, безусловно. Человек сильный и крепкий. Выдержал бы. Так слабаки там не живут. Россия, Россия, великая сила, великая сила. Его рано увезли. Там мелькать человеческое что-то стало такое. Ненаигранное. Халюш, не бросай вас, а? Когда все хорошо, что мне делать? Вы в теннистыре. Новость. Вау. Как гадость. Они расползаются, смотри. Они не кусают. Кузов не кусают. Так долго готовились. Не важно. Ждите гостя. Человек тихий, скромный, неприхатливый. Живет у вас недельки три, если раньше не вы. Давай еще не выгоняться. Хорошо. Наконец-то мы добрались. Здравствуйте, уважаемые пеликаны. Хочу вам сообщить, что отныне у вас новый соплеменник. Отдохнем, отдохнем. Отдохнем. Тихо, спокойно. Девочки какие хорошие. Здравствуйте. Ограничивать не надо нам ни в чем. Не надо, не надо. Это правильно. Потому что это уже при коммунистах было. Спасибо. Ни в чем себе не отказывать. А вот если бы Зюганов приехал, ничего бы не было. Вот жопу не было. Вот бы жопу было. Во-первых, он приехал с гостинцами, что уже подкупило очень многих, всех подкупило, поскольку за это время мы здесь одичали порядком. Давай, разливай, надо познакомиться-то. Володя Песняков. Песняков, он поет? Он еще как поет. Ну и давно уже, по-моему. Давно. Я слышал. Что в Москве происходит? Мороз. Минус 25. Каждый день замерзают люди. Какие ровно ученики? Через 6 лет солнце погаснет. Когда я ему сказала про 140 грамм риса на 2 дня на человека, я говорю, а с вашим прибытием будет меньше? Нет, мы все достанем. Мы все сделаем, мы все достанем, мы все купим. По-моему, он как бы не понимает, куда он попал. Ну а как? Припирает кто-нибудь вообще обстановка здесь? В основном давит игра, издевается. Ну а что, если какой-то бунт поднять? Ну давайте выберем за дядю Вову. Ура! Да, да, да. Приходило вот такое желание войти в воду и уйти туда. Мы же оттуда пришли, из воды. Ну, получила удовольствие. Ну, видишь, как? Как мало вам надо? Чуть-чуть водочки, чуть-чуть шампуня. Это просто супер! Спасибо! Вы сейчас наполните. Я за чистоту. Сюда будет чистенький. Со мной всегда будет чистенький. Ой, супер! Накормленные, холеные, в тепле. В квартире. Квартира будет, все будет. И сразу все. Не надо ждать 20 лет. Косняков, ты петь должен, а не рубить дрова. Ну, что они делают, а? Что делают? Пойдем купаться, нет, Мальвина? Ручки, ручки сюда, ручки. Ну что вы? Давайте мы ее оставим на потом. Да наплевать на потом. Смотри, как красиво. Как невеста будешь. Ну, как невеста. Как невеста, красивая богиня. И только Лара, терпи наша Лара. Лариса, Лариса, терпи мопилек. Ой, Лариса, лара, терпи наша Лара. И водка, Лариса, сегодня еще. Следующий совет не за горами. Не за горами тотем. Время его отыскать. Поехали искать тотем. Пойдем. Посылая это письмо, я сомневался в том, что племя, потерявшее защитный тотем, вновь отправится на его поиски. Но барракуды очередной раз доказали, что в этой игре они привыкли все доводить до конца. Ух ты, какая страшная ягода. Вообще, какой ужас. Какой кошмар. Вон он, я вижу, вон он висит. Опа, вот он и есть. Ну, давай, давай. Красавец. Теперь последние пять метров еще. Вот и ящичек. Да не буду. Я предлагаю вот эти вот рубаны. А, рубанули. А парашютик-то у нас есть. Интересно, что там лежит? Есть. Есть. Ура! Я занимаюсь костром. Все. Как вы уже поняли, политическая жизнь на островах за последние дни очень усложнилась. И у меня такое впечатление, что, как и в большой политике, здесь тоже многое не договаривается. Поэтому под видом Джокера я забросил на остров опытного эксперта. Как раз по таким делам. Пока у него есть возможность осмотреться, перед тем, как подбросить жителям обоих островов, новое испытание. Ну, а Пресняков, он что хочет? Он же уже был популярный. Что ты хочешь, Володя? Ну, как? Что ты хочешь? Деньги не нужны ему, популярность не нужна. Все есть. Тоже испытать хочет себя? Нет. Просто так. И еще у вас Ваня, да? Втроем. Ваня, да, нас трое мужчины. А он что хочет? Ваня, ему что надо? Он такой, мне кажется, скользкий тип, Ваня. А? Нет? Торопится куда-то он, торопится. Сейчас пропал куда-то. С девушкой пошел до моря он. Целоваться сразу. Я вот скромно себя веду. Но он так, он... Никому не пристаю. Он претендует второй лидера. Он, да? Значит, у вас, получается, корыстные, тщеславные и в начальники выбиться. И Пресняков не знает ради чего. Четыре типа, получается. Сам бескорыстный. Бескорыстный, да. Я тоже не стремлюсь к этому призму. Ну, а кто придумал это вот сожребием? Сами, что ли? Нет, в этом придумании. Ваня, Ваня ваш любимый. Не, ну, по мне так, слабые, пускай слабые уезжают. Забил ты здесь всех, Ваня? Забил. Ты роботов сделал из коллектива. Тебе они люди. Пресняков говорить разучился. Не только петь, говорить разучился. Посмотри на его лицо. Вот ты чего довел. Свои, так сказать, себя любим все-таки. Коллектив ты любишь. Крабы тебя ненавидят даже. Видишь, краб сопротивляется от того, что ты держишь сковородку. Краб. Он лапки поднял, еще вода не закипела. Трусость ваша и слабость ваша. Трусость ваша и слабость. Вы боитесь волевых людей. Вы только спрятались все в одну. В коммунду. Да. Ну, жребия-то уравниловка. Так. А нужно убирать по качеству. Плохой, слабый, пошел вон. Тебе жалко, да? Ну, так назовите, который плохой, слабый. Я тебе жалко. Завтра будем уже голосовать. Ну и завтра. Ну? Ну и я жду. Давай уберем этого. Кого? Рисникова. Рисникова? Что он? Он же плохой. Ни рыба, ни мясо. Ну что, он ходит здесь, ничего не понятно. Что он хочет? Да, Вова, например. Спортсмен хоть что-то там делает. Спортом занимался, наверное. Вы все ищите, кто бы вам что-то дал, кто вас пригрел бы, кто вас защитил бы. Правильно, точно. Ну, слабость это. Да, это слабость. Действительно. Это слабость. Бороться нужно в борьбе. Комаробы всех уничтожили. А вы тут закрываетесь, прячетесь от них. Вот она за слабость. Сейчас я на короткое время заберу вас, Владимир Вольфович. Отец родной. Мое условие одно. С коммуной заканчивать. Я вернусь. Я вернусь. Мне кажется, они на последнем издыхании. Такие все они бледные, понурые. Две недели в таком режиме. Куда-то ехать, какие-то конкурсы, кого-то ловить. Вода с какого-то источника, неизвестно откуда она. Рядом болото. Все кусается, все это ползает здесь. Немножко неприятно. Это действительно тяжелое испытание. Три девять земель приехать. Ну где? Слушай. Другая часть света. Ну где? Где Александр? Саша! Он не утонул? Да нет. Вон он где. Ты посмотри. Он в средине залива вообще. Саньке лапки дает. Нам нужна его сила. Может полезная грязь? Слушайте, грязь. Может быть конкурс за грязью будет? Я тебе говорю, кто больше грязи принесет, уже понятно. Классный конкурс. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на очередном испытании. Задача проста. Каждый из участников имеет по собственному ведру. Вот они перед вами. Соответственно, пеликаны, вы понимаете, что в игре будет участвовать четыре человека. Каждый из вас до краев наполняет собственное ведро. Вы должны окунуться в эту грязь и стряхнуть с себя все, что есть на вашем теле. После этого обязательно дотронуться до вот этого первого бамбукового бревна. Тот, кто набирает в пригоршню грязь и выливает к себе в ведро, исключается из состязания автоматически. Как только вы наполняете свое ведро, вы подходите к командному ведру, наполняете грязью до тех пор, пока вы не нальете его полностью. После этого один из вас поднимается наверх и выливает вот в этот деревянный жбан. После чего выливание грязи поднимется тотем, тот и победил бы. Приготовились! Начали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, дорогие друзья, я поздравляю с победой пеликанов, они выиграли, ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотел бы с большим удовольствием сейчас вручить вот этот вот тотем пеликанам. И так, что сегодня они не едут на совет. А многоуважаемым барракутам естественное письмо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, я еще раз управляю пеликанов. Барракуты, к большому сожалению, мы встречаемся с вами сегодня вечером на совете. Удачи! Прошу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто со мной поплывет? Кого выберешь? Хозяинка. Легко хозяин. Легко. Отлично. У меня, кстати, все уши, по-моему, геляй здесь. Плывите к северу от трех скал. Север там. Три скалы там, понятно. Дух Кравахо, живущий в скале, подарит вам следующий фрагмент карты. Он уже пахнет деньгами. Ну что-то меня раздражает от чего-то, да? Причина всегда существует. Она существует в самом, как бы, человеке чаще всего. А не в окружающем. Просто мы окружаем, в чем? Окружающие, как бы, его отражают, это раздражение. Три женщины, один мужчина очень хорошо. Мне нравится. А вон стоит черный. Прямо. Давай, тогда направляй. Стой. Потрясающе. Мы должны быть с рыбой. Да. Так, ты представляешь, что это такое, да? Фантастика. Мы пришли играть в игру, которая называется «Последний герой». И если мы пришли играть в эту игру, они устанавливают здесь свои правила. То тогда мы, если мы порядочные игроки, мы должны играть по правилам этой игры. Какие сто тысяч? Да я вообще к ним никакого отношения не имею, к этим ста тысячам. Они для меня, знаете по-островскому, что больше тысячи, все миллион. Вот так вот в них они там где-то в вашей пещере с факелами лежат. КОНЕЦ 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 Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Это последний совет вашего племени. Впереди объединение. И трое из вас в любом случае окажутся в объединенном племени. У пеликанов-теперешних совершенно другой принцип голосования. Они тянут жребий и полагаются, так сказать, на судьбу. Вот как вы будете голосовать, когда окажетесь внутри пеликанов? Коля, ну вот, например, мы с Татьяной, попав в племя Барракут, не сочли возможным настаивать на каких-то своих правилах. И сегодня, когда был совет, мы действовали по законам племени Барракут. То есть вы попадете в то племя и вы тоже будете тянуть жребий? Нет, я думаю, что это будет неправильно, поскольку это завершающий этап игры. То тут, наверное, имеет смысл каждому высказаться о том, как он представляет финал этой игры. У меня есть очень четкое представление об этой игре. Я вообще игрок, люблю во многом играть в жизни, но мне кажется, что эта игра, она совершенно однозначна. Эта игра не в судьбу. На раннем этапе вы готовы, так сказать, играть в судьбу, а на позднем этапе вы в судьбу играть не готовы? Ну, я считаю, что в этой игре вообще неправильно играть в судьбу. А почему же вы тогда тянете жребий? Я еще раз говорю, потому что я попала в то племя, где было так принято. А вы что об этом думаете, Таня? Правильно ли жребий? Нет, неправильно. А как нужно сделать? Каждый должен голосовать против кого-то. Безусловно. То есть, начиная с объединенного племени, нас ждет потрясающие вещи. То есть выяснится, кто есть, кто по-настоящему. У меня был такой план. Если вы выиграли сегодняшнее испытание, я бы дал вам право ваш тотем вручить одному из пеликанов. Кого бы вы выбрали? Я бы назвала Витю. Гусева? Да. Я бы отдал его Лене Перовой. Лена Перова? Витя Гусев. Витя Гусев? Демидов. Демидов. Раз, два, три. Виктор Гусев получил бы иммунитет. Отлично. Я думаю, мы можем начать голосование. Ольга, прошу вас. Нам будет тебя очень не хватать. Таня, прошу вас. Лена Проклова. Я пишу Лену, потому что этот человек был самым добрым ко мне. Он меня понимает лучше всех. И это наше совместное с ней решение. Я ее люблю больше всех пленей. Александр. Это наша лучшая боится. Я с ней был недолго в этом плене, в котором я нахожусь. Тем не менее, это так. Поэтому спасибо тебе большое, Таня. Молодец. Прошу вас, Лена. Спасибо. Спасибо. Настало то время, когда расставаться все труднее. Таня, потому что так решила племя. И она в том числе. Ты очень хорошая дружба. Спасибо тебе. Голосование окончено. Татьяна Догирева. Татьяна Догирева. Елена Проклова. Татьяна Догирева. Я прошу вас, Таня, подойти ко мне, взяв свой факел. Я гашу его. Вы навсегда покидаете племя Барракут. Можете обратиться с последними словами к своим бывшим соплеменникам. Я вас всех очень люблю. Большое вам всем спасибо за поддержку, за то, как мы жили, за наш общий дух. И за сегодняшний день я вам говорю спасибо. Я желаю вам удачи и чтобы вы были, кто-нибудь из вас был победителем. Я вас люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу вам сказать самое главное. Что бы вы не пытались делать для того, чтобы обойти все острые углы, все равно на каждом совете вы будете терять одного человека. Вы все равно будете уходить по одному. Таков закон игры. Поэтому я еще раз хочу вам напомнить, что человеческая искренность стоит дороже всего на свете. Так что я прощаюсь с вами. Желаю вам спокойной ночи. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Далее в «Последнем герое». Отношения становятся более запутанными. Перед тем, как они станут одним племенем, еще кто-то должен уйти. Ну, все равно мы в жизни будем делать этот выбор. Переговоры заходят в тупик. Должен уходить слабый. Слабый должен уходить. Теперь пеликаны и барракуды будут крокодилами. Смотрите в следующей серии. Мои последние слова только слова благодарности и первому племени пеликанов, которое меня приняло прыгнувшую с вертолета, хотя им была не очень нужна, видимо. И моему последнему племени, которому просто стали моими хорошими друзьями. Я ехала на «Последний герой», а тут дружная семья. Мне не кажется это естественным, вот так уж тянуть жеребие. Но есть люди, более приспособленные жить на необитаемом острове, а есть менее. И в этом нет ничего стыдного и постыдного. Но каждый волен поступать как хочет. Я в это уже не играю.